привет привет друзья и сегодня у нас такой небольшой ролик по тематике полезные фишки посмотрите мы разберем такой маленький незамысловатый момент с которым сталкиваются очень часто очень многие ребята по теме проекционного черчения тогда когда нам нужно нарисовать какие-то два пересекающих друг друга отверстия и как выглядят следы пересечения этих отверстий не каждый сходу признаюсь честно у меня в свое время тоже возникали трудности с нарисованием на разрезе или в сечении двух пересекающихся отверстий вот я нарисовал в трехмерном пространстве три такие фигуры первое у нас призма здесь у нас такая трапеция и два цилиндра посмотрите в принципе все достаточно легко и просто и мы начинаем разбор пересекающихся отверстий сначала в четырехгранной призме я включаю сейчас разрез посмотрите вот так красиво все это будет у нас выглядеть если мы сейчас вот это немножко все приблизим посмотрите на что я хотел обратить ваше внимание вот у нас два отверстия одно проходит вертикально через все наше тело фигуры неважно это призма или нет и второе отверстие проходит под углом 90 градусов к оси первого но ребят диаметры двух отверстий равны и когда два диаметра отверстий равны у нас образуется вот такой вот крест от одного диаметра к другому кто не знает обязательно учтите это при построениях я как уже и повторяюсь я же в свое время тоже делал ошибки нему не мог трудно было представить в голове как же и от чего образуются вот эти линии вот эта буква x скажем так ну и опять же если другой случай если у нас отверстие проходит вот первое отверстие а его пересекает горизонтальное отверстие под углом опять же 90 градусов но радиус этого отверстия меньше 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 чем у большего вертикального отверстия соответственно здесь мы будем наблюдать вот такие вот два маленьких кривых линий получается два полу оваль чека скажем так то есть полу овалы образуются на отверстие меньшего диаметра и это видно на случай снизу когда у нас теперь наоборот вот это отверстие отверстие вот это с горизонтальной осью она имеет больший диаметр соответственно два вот эти полу оваль чека они у нас образовались получается на вертикальном отверстие то есть вот такие вот тонкости при пересечении двух окружностей под углом 90 градусов если мы сейчас включаем второй случай когда у нас пересекается на цилиндрической поверхности посмотрите в принципе ребят все то же самое два отверстия одного диаметра и внутри у них образуется опять же вот такой вот крест или буква и но притом не стоит забывать что на цилиндрической поверхности которая пересекает отверстие то есть на горизонтальной вот такой площадке у нас образуется от там где отверстие начинается просто линия правильно и здесь то что же также линия а вот отверстие которое как бы входит в цилиндрическую в боковую поверхность цилиндра посмотрите у него с другой стороны точно также образуются вот такие полу оваль чеки ну и соответственно на нижнем случае у нас вот здесь на горизонтальной оси лежит отверстие большего диаметра посмотрите а вертикальная ось у отверстия меньшего диаметра и соответственно у нас получается что здесь у нас никакой буквой x нету так по внутреннему диаметру у нас овалы идут только не овала полу овал прошу прощения только у отверстия меньшего диаметра а у отверстия большего диаметра вот эти же кривые линии они идут по внешней стороне там где отверстие входит и там где отверстие выходит понимаете то есть вот тут такая тонкость которую следует запомнить или попытаться за разобрать ее чтобы в голове все это так это смочь потом представить во время выполнения очередного задания ну и переходим теперь к третьему случаю так смотрите вот третий случай как бы мне так сделать чтобы два предыдущих они нам просто-напросто не мешали ну ладно попытаюсь попытаюсь не обращайте на них внимание смотрите опять же теперь теперь у нас вертикальное отверстие одного диаметра посередине я нарисовал под каким-то не не под прямым углом под другим углом у нас его же опять пересекает другое отверстие точно такого же диаметра ребят и все в принципе то же самое у нас образуется опять же видите кривая но буква x то есть запомните основное правило когда два отверстия пересекаются одного диаметра между и их ними внутренними вот этими диаметрами то есть вот эта точка и вот эта точка это крайние точки вертикального диаметра а вот здесь крайние точки горит получается не горизонтального наклонного отверстия его диаметра и вот от них надо рисовать букву x все ну и теперь же опять же тут немножко случай уже уже начинают повторяться теперь верхний случай у отверстия большего диаметра в принципе ничего нету гладкая поверхность а у меньшего диаметра у нас идут уже наклонные такие кривые линии как рисовать наклонные линии это с помощью или методом дополнительных секущих плоскостей в принципе из из другой проекции когда мы будем видеть вот здесь вот как они пересекают и на какой высоте находятся те или иные точки то есть метод достаточно конечно такой серьезный то есть надо много точек нарисовать линии кривые без какого-то точного закона вот но опять же нижний случай он такой же как и верхний но только здесь у нас отверстие не меньшего диаметра идет под углом и соответственно у него рисуются две маленькие вот такие вот кривые линии так переходим теперь к четвертому случаю так вот это у нас четвертый случай здесь у нас опять отверстия пересекают но под каким-то углом ребят все то же самое ну просто посмотрите попытайтесь представить у себя вот это все в голове вот так красиво видите опять и буква x но у отверстия которое пересекает на цилиндрической на боковой стороне цилиндра соответственно у него еще дополнительно помимо буквы x тубу линии пересечения двух отверстий у него еще и на боковой с двух сторон там где отверстие входит и выходит будут дополнительные кривые линии а у отверстия меньшего диаметра получается у него видите с двух сторон и так как она входит в цилиндр и выходит цилиндр и тогда когда ну пересекает отверстие входит в отверстие и выходит дальше тоже то есть четыре кривых линии так и на сегодня у нас последний случай смотрите что здесь опять мы видим опять трапеция и опять же теперь же у нас посмотрите с двух сторон под одинаковыми углами как бы зеркальное отражение то симметрично симметрично ребят получается к вертикальной оси отверстия вот этого проходящего через нашу трапецию получается в разрезе вот тут у нас идут два отверстия соответственно здесь у меня я так то живут этих треугольников на самом деле нету не обращайте на них внимание но но у нас опять же будут такая получается ломаная видите ломаная буква x но опять же а вот здесь в принципе если мы сейчас продлим сколько вот посмотрите я попытаюсь сейчас 250 например давайте внесу что у нас здесь получится вот здесь тоже в принципе образуется уже но тут если совсем много за занести тасс видите тут уже получается совершенно в 3d такие линии которые нам не стоит все это их разглядывать такие частные случаи совершенно а вот видите у меня еще и наверху тоже пошло вырезание потому что я рисовал их сразу одновременно верхние нижние отверстия но соответственно но здесь я о чем хотел сказать что здесь у нас будут образовываться такие ломаные буквы x которые ломаться будут в какой-то точке в какой-то точке которая располагается на оси ровно посередине на оси вертикального отверстия ну вот такие вот сегодня на сегодня у нас 5 незамысловатых интересных фигур 5 частных случаев пересечения двух отверстий надеюсь вам я надеюсь это видео вам понравилось что-то для себя нового необычного вы обязательно усвоите для новых ребят не забывайте подписываться на канал чтоб не потеряться на в океане ютуба всем пока пока до следующего выпуска